Он зафиксировался, Артём, ты должен бросить мяч и ближе к сетке направляем Так, давайте Выдаляй до конца Ниже, ниже падший, очень высокая стойка 4 метра Хороший Можно на своей стороне оставить мяч Заражите мячом, разыгрывайте Мяч было? Тогда смена Ленин Ленин Дориться А он дариться не стал Пропустил мяч Это халява Я включаю Ты внутри Болян Вот боковой линии Вот сейчас постарайтесь В этом упражнении Друг друга по максимуму нагрузить в защите Опять что у нас 4 метра Вперед-назад бросайте Вперед и назад Назад тоже После фиксации середину не бросаем Вперед Да как ты вот так приносишь прям туда и скидываешь Постарался Должна быть игровая ситуация Ты же в игре не будешь так делать Смотри на мяч Скоро у спины мы не делаем движение Вы только что сами показывали какие шаги вы должны делать Смотри По максимуму освобождаем все пространства Если вы зайдете вот так вот в поляну У вас все будет за спиной Наоборот Относительно бросающего Вы стоите вот таким вот образом Максимальное количество мячей было перед вами Видели туда мяч Бежали туда Видели туда мяч Бежали туда Вы только что делали то же самое Давайте Последний 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 Ощущение покидает что я не успеваю сфиксироваться Я пришел но я еще не встал Вот и кидаешь Я не встал Соответственно я не жду Не угадывай Не угадывай Не угадывай Вторую серию Вторую серию начали? Да Пока стоп Смотри Это мы должны усвоить Когда мы обрабатываем мяч Прямой платформой У нас один край платформы Это ключевой сустав Второй край платформы Это запястье Для того чтобы мяч сохранить в игре Мы должны поставить эту платформу горизонтально У нас часть мячей Обрабатывается в следующий момент Вы не хотите падать сразу И идете до конца Но потом мяч встречаете И получаете движение Раз Два Оп Плечевые суставы наверху Запястье внизу Мяч падает и улетает либо под сетку Либо в сетку Что мы должны сделать? Мы должны, если мы хотим Без падения обрабатывать этот мяч Мы должны плечевые суставы Опускать как можно ниже Чтобы у нас по максимуму Они сравнялись с высотой запястья Соответственно Либо так мы делаем Либо так мы делаем Но это уже почти падение Вот как Дальше Из-под сетки Вам все равно придется мячи Выковыривать в обратную сторону Поэтому не стесняемся Отсюда мы сгибаем руки Руки В локтях И отыграем мяч Назад Но назад стараемся Метра два отыграть Не больше Увидели мяч в подсетку Летящий Сделали движение Либо вот это Либо вот это Это первое Дальше Мячами которые летят Которые летят Такая же ситуация Да? Вы делаете Раз Опять Клечевые суставы здесь Все их туда улетают Нужно соответственно здесь Прийти как можно ниже Опустить Раз Два Вот так В опорном положении Либо с падением И тогда мы плечевые суставы Еще раньше опускаем И получаем Раз Раз Вместо Движение 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 Причевые суставы Когда вы Когда вы не хотите падать Причевые суставы Остаются наверху Тянемся к мячу По случайно Оглоненную Движение Диньса Покажи еще раз Опорное Опорное Ну Да Что мы делаем Раз Движение 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 Через себя Ксет Движение 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 а потом падает. Вот как раз вот это положение получается. Здесь, как вы оказываетесь работать, чтобы он взлетел в обратную сторону. А никак. То есть вы не приняли вовремя решение, что после первого шага, после вот этого, дальше делать падение. И все. А потом нужно убираться. Понял? Да. Принимаем вовремя решение. Для того, чтобы не падать, нам нужна скорость. Чем выше у вас скорость, тем больше вы в опорном положении поднимаете мячей и меньше вам придется падать. Поехали. Серию по пять делаем. Гляд, давай только...